Мы совместно с нашим базовым научно-исследовательским институтом физической культуры, с нашими партнерами, субъектами Российской Федерации, учеными регионов. И, к счастью, в этом году к нам присоединилась компания «Гераклеон» как активный организатор данной конференции. Мы с удовольствием разговариваем о совершенствовании физического воспитания, о совершенствовании жизни с помощью физической культуры и спорта, о развитии массового спорта, потому что как-то песня поется и припевать лучше хором, и спортом заниматься тоже, наверное, хорошо в коллективе, в компании, когда ты знаешь, как это делать. Это, по сути дела, первый такой опыт совместной не только практической, но и теоретической научной работы государственных базовых институтов развития физической культуры и частного бизнеса на этом направлении. Для фонда «Гераклеон» это предельно важно. Это означает, что мы на правильном пути и, в общем, идем не в разные стороны, не в разнонаправленных каких-то векторах, а абсолютно рука об руку с некими кардинальными государственными интересами. Кто-то исследует, но о нем никто не знает и не внедряет в его открытие, а кто-то внедряет, но ничего не знает об исследовании. То есть вот это то место, где как раз пересекаются практика, теория и административный ресурс. Доклад был, собственно, о кроссфите, если так в общем, а если в частности, то о женском кроссфите и о использовании протокола ТАБАТа как одного из вариантов высокоинтенсивного интервального тренинга. То есть, в принципе, наверное, для многих людей помоложе информация не новая, но поскольку здесь достаточно много людей, скажем так, больше из более раннего советского и российского спорта, для них, может быть, информация была новой относительно того, что протокол существует, что интервальная тренировка – это совершенно другие результаты. Мне кажется, что, судя по реакции некоторых людей, которых я там в зале заметил, они были весьма удивлены. Здесь абсолютно такой пул экспертов в сфере фитнеса, физической культуры и спорта, который делает эту работу максимально продуктивной, дает возможность общения в рамках этого форума между собой, установления контактов, деловых контактов и так далее. Это, я считаю, очень полезная такая, как сейчас модно говорит, нетворкинг. Здесь он, в общем, добился своего максимума, мне кажется. Мы говорили именно о тех делах, о тех реальных событиях, которые происходят в Фонде развития инноваций, модернизации в спорте и медицине. И поделиться тем, что мы готовы активно участвовать в государственных программах по реализации и внедрению комплекса ГТО, используя наш формат создания Федерации функционального многооборья, и именно в формате того, что это и есть сначала подготовка, а потом сдача нормативов в комплексы ГТО в различных категориях населения. Не важно, с чего мы сейчас начнем развивать эту систему, важно, как мы будем продолжать, и самое главное, какую методику тренировки мы положим в основу достижения тех результатов, которые тесты призваны, собственно, проверять. Вот здесь уже нет предела тем более совершенствования. И я думаю, что площадка ГТО, какую бы аббриатуру мы не применяли в данном случае, это хорошая возможность всех тех, кто занимается сегодня различными направлениями физической подготовки, доказать, во-первых, состоятельность этих направлений, их эффективность, их первенство в той или иной гармонизации физического развития человека, одним словом, это очень хорошая площадка для того, чтобы мы двинулись в правильном направлении. Мы являемся апологитами того направления, которое мы пытаемся развивать. И мы этого не просто не стесняемся, мы это везде популяризируем. Это, безусловно, функциональный высокоинтенсивный тренинг. Мы пытаемся на научной, в том числе, основе доказать не просто состоятельность, а эффективность, полезность этого направления при умном подходе к организации тренировочного процесса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова